привет всем с вами ваша сила ботова серебряная бабочка ну что ж я вчера разнюхивала аромат все думал это гвоздика гвоздика а в итоге оказалось хорек ну короче не все про харька и не все про гвоздику просто этот хорек производит такую ноту цвета то есть парфюмерии на ноту цвета мало кто обращает внимание хотя по последним данным она становится все более значимая и модная потому что она оттесняет вот эти вот асфальтовые ноты и людям почему-то нужна какая-то говнинка животинка и вот я путем поиска называется случайно наткнулась на эту ноту которой парфюмерии очень много ну вот всему виной был вот этот вот юб вам я начала разнюхивать вас выясняется что всю жизнь думала гвоздика гвоздика а там оказывается цвета и вот это цвета нота за который я буду гоняться в этом сезоне она дает вот такой вот сладость всем вот этим цветам и я просто в шоке почему я не обращала внимание на цвету раньше то есть как бы я обращала конечно и даже записала себе что у меня конкретно с цвета есть во первых у меня есть палома пикассо вот такая и такая в беленьком сейчас сейчас я это все выгружаю короче по ходу пьесы потом у меня есть эти два поставлен наконец клипа и расскажу что значит у меня есть из зоологистов у меня есть значит святой коробей потом у меня есть цвета сама по себе зоологист цвета потом у меня есть тема верблюд зоологиста потом идет тарайна source рекс тиранозавр рекс он не был но я поменялась ну в общем сейчас наверное я жалею потому что оказывается тот тиранозавр был самый редко находимый у самих зоологистов хотя он там уже много переиздал но вот этого тиранозавра самый первый выпуск который у меня был его не повторить он был что-то с чем-то за ним все кстати парфмонияки гоняются это не все что как бы вырви глаз это вырви нос так далее у нас идет они мало они мало у меня был такой аромат 1987 года тоже такая отдельная история про него может быть как-то расскажу она не такая криминальная ладно давайте сейчас расскажу я за ним гонялась сначала его унюхала в нью-йорке в аэропорту или где-то в общем где-то в сша где-то в дьюти-фри потом не купила потом долго жалела потом долго охотилась потом наконец-таки нашла начала пользоваться мне ужасно он нравился а потом опять у меня появился какой-то язык что типа почему ты только покупаешь восьмидесятые я взяла пошла на базар в антикварный когда он еще работал толком и обменяла на брошечку где-то брошечка я не знаю а вот парфюм был хороший вот такая история глупая да далее залив элизабет тейлор пашин вообще многие спрашивают как произносится слово пашин в более американском варианте пашин более в канадском варианте в варианте пашин то есть и так и так правильно в английском тоже смотря какой регион иногда они говорят пашин вот так вот пашин и все то есть в зависимости кто говорит и как говорит я помню нас учили в школе более английскому языку с англии а мою знакомую учили в москве более американскому произношению и когда я написала grey то есть серый через и е русская как и грей она где неправильно пишешь это грей с буквой и и н вай под конец его да ну посмотри в гугле в итоге оказалось что обе правы но почему-то каждый считает своим долгом исправлять меня в английском ну ладно поехали дальше значит вот эти две пола мы сейчас будем нюхать еще он горо диво он горо диво у меня только вот эта флерная диво а как я хочу такую оригинальную диву просто вот не передать это опять же истерии тех вот режим режим которые у меня пропала теперь больше никогда не будет истерии вот этих цветочных восточных которые очень-очень любимые ароматы и они никогда не задушат и они всегда тебя спасут и самое главное что они не приторные и не надоедают как вот современные ароматы то есть к современным ароматам либо тянется рука либо вообще не тянется у меня в основном не тянется так и по-моему я кое-что забыла я насчет начала копать дальше в интернете нашла по фрагрантике что табу у них есть цвета а я думаю подождите у табу есть инкогнит инкогнит то то есть инкогнито по-русски да и там смотрюсь цвета есть в пирамиде а когда в поиске забер забиваешь по самой ноте нет она не выходит и здесь она вот как будто бы сладкая ромашка обрамленная животинкой да а здесь но вот мед соты и цвета такая вот какая-то как мед или что-то животное такое вот я не знаю пчелы конечно может быть и не пахнут но вот эти лапки и все такое наверное должны как-то пахнуть вот что то есть так что еще значит давайте наверно понюхаем я по списку вроде бы все пробежала то что у меня есть единственное что я хочу приобрести естественно у меня было когда-то calvin klein obsession ну представляете такая цена сейчас подлетела то есть из-за копеечных ароматов они стали крутыми очень недосягаемыми ну как мне не слишком охота покупать вроде как келвин klein был дешевый а теперь нет типа далее у нас идет которая я знаю но у меня нет кублей хан от серж литенс потом бога аркурию и а муж опус номер девять у меня он где то есть но я не могу откопать там в пробнички то есть это вот цибетин анималистическая нота где она присутствует остается маруся слава зайцев у всех есть у меня нет ну что поделаешь ладно но вы имейте виду у кого есть маруся вам цвета обеспечена света вам цвета обеспечена цибетин так ну что же придумать что с чего начать я наверно все-таки начну с со светлого вот она поломка снимаю сейчас видео пришлось терять все видео предыдущие я даже них нет не помню куда их дело но вот это мне сейчас важнее мне пришел пришлось делать полностью зачистку телефонов ой здесь вот как будто бы пластиковые цветы и пробежала кошечка да и как-то все сладко и пушисто вот так вот недалеко и и не близко вот совсем отличается от основной поэмы то есть даже не сравнить например куда ее дело вот по и вот она уж если поэмы набрызгаешься так набрызгаешься там все говорится умри все живое ну хотя нельзя так говорить о здесь как бы квасин сказал роза с говнецой какой и очень кстати классно вот не так как будто кто-то в розовом саду знаете как вот этот самый актер который уехал в латвию где-то на на клумбочки навалил что я говорю какой ужас совсем не так все классно достойно элегантная женщина вот не хочется говорить возрастная но та которая любит статус как-то так статусная женщина так лучше будет звучать дальше у нас идет наверное я возьму инкогнито наш ой какая прелесть это сладкая женщина сладкая это просто кайф если у кого-то в сша есть connections закажите себе инкогнито он стоил тогда копейки работать на все 100 это просто кайф какой-то вот ты идешь и сразу сразу себя любишь я обычно его зимой только носила на мех но оказывается сейчас в начале сентября это просто вау сегодня у нас еще такой дождь пошел вот прям в тему кайф просто кафе я даже не ожидала этого от инкогнито представляете тоже была тема у меня в голове избавиться от всех вот этих ароматов потому что типа надо же быть современной оля иногда знаете что помогает что некому продать а вот если есть кому продать потом начинаешь кусать локти вот теперь результат имейте ввиду если у вас есть какие-то ароматы восьмидесятых не спихивайте их подругам не передаривайте как нибудь бабушкам которые в прошлом носили носите сами нюхайте сами через время потом будете кусать локти но поезд уйдет больше никогда их не найдете я просто сейчас шоке от этой вот этой данной которая инкогнито да ну это табу так у меня тоже вариант у меня вот таком остался варианте только сплэш а у меня был спрей тоже продала там за какие-то по-моему 7 долларов или 5 долларов зачем чел где как носила бы и как кайфовала так нет тоже типа аля деньги были нужны типа стыдно столько много иметь оля нельзя так много иметь ой ну в общем это кайф я обожаю эту данную хочу поливаться теперь нечем вот единственное нюхать хорошо зато мне есть чем поливаться вот этим вот юпом ёпом называется ёп короче поняли да просто какие-то два кайфа это просто я не знаю как как будто бы ты нашел какой-то клад в саду прям вот там с каменьями с какими-то золотом и вот мы приближаемся пешен я уже чувствую очень большая животинка но на блотере она как-то совсем по-другому пахнет она пахнет уже больше маринадами животинкой и сладкими цветами тоже очень необычно вот если бы кто-то сейчас сказал мне да что оля если ты это вообще не в чем как-то не фиг не ставила ты плохо делал ты плохая девочка потому что вот когда я нюхаю нишу вроде как зацепила да так вот это вот зацепила и больше потому что она расходится слоями на то она и восьмидесятые и девяностые тоже очень интересный аромат вот эта страсть от элизабет тейлор какая молодец что я не избавилась у меня еще был мужской представляете взяла кому-то спихнула а это вообще это просто шедеврище и что же мы на данный момент имеем мы имеем то что я влюбилась вот в этот инкогнито случайно если и специально называется давайте я им побрызгаюсь буду сегодня кайфовать пойду такая инкогнито типа не узнайте все меня вот короче всем советую обязательно обратите внимание на аромат с цветы если у вас вот допустим европе куча этого юпа вот именно такого фиолетового или же мужского в таком бордово-фиолетовом таком коробочке да пахнет и медом и тоже вроде как цветы еще чем-то я вот все сама порываясь купить но он стал такой дорогой что просто неподъемный а в лондоне я видел вот такой вот юб только в зеленом и пах он изюмительно изюмительно и тоже не купила ну типа было жалко я была совсем другим занята у меня вот этот гост сидел в голове пока его не купила и все а потом уже было в тот момент не пойти в тот магазин и потом закрутилась завертелась как как обычно бывает поездки но все я ответила сижу просто кайфую с вот с этой вот инкогнито и желаю вам быть счастливым не просто инкогнито а и в жизни пока пока с вами ваша силу буты флай серебряная бабочка пока пока смотрите как я одета я полетела